Кадровое разочарование. Дональд Трамп практически отстранил министра обороны страны Джеймса Мэттиса от принятия ключевых решений, выяснила американская пресса. Почему руководитель Пентагона вдруг впал в немилость, разбирался Дмитрий Анопченко. С этой новости американская телекомпания NBC начала свой информационный выпуск. Сообщив, получили эксклюзивную информацию одного из самых влиятельных американских чиновников, генерала Мэттиса. Белый дом практически отодвинул. По информации источников NBC, президент Трамп вывел генерала Мэттиса из круга лиц, которые принимают основные политические решения. Причем даже по тем вопросам, которые напрямую входят в его компетенцию. И в Белом доме, и в Минобороны телеканалу неофициально сказали, мол, такого в современной истории страны еще не было. Чтобы глава военного ведомства о важнейших событиях узнавал из теленовостей. Но сейчас это реальность. К примеру, Мэттис был не в курсе решения Трампа по иранской ядерной сделке. То, что Штаты откажутся от плана Обамы по Ирану, генерал случайно услышал от коллеги. И в растерянности пытался дозвониться президенту, чтобы узнать хоть какие-то подробности. Мы не будем проводить учения до тех пор, пока можем доверять этим переговорам. О решении Трампа остановить масштабные военные маневры у берегов Северной Кореи министр тоже узнал позже всех. Когда глава государства уже дал такое обещание Киму и растрезвонил о нем в прямом эфире. Последней каплей стало вот это заявление президента о намерении создать космические войска. Это будет нечто, что-то настолько важное. Мэттис был откровенно против, но его поставили перед фактом, даже не посоветовавшись. О приказе главнокомандующего в Пентагоне снова услышали по телевизору. Самое удивительное, что Мэттис вовсе не в опале, как могло бы показаться. Это стиль Трампа. Как только появляется новый любимчик, президент прислушивается только к нему. Пояснили мне журналисты, входящие в пресс-пул Белого дома и знающие о происходящем изнутри. Сейчас у главы государства в фаворе госсекретарь Помпео и новый советник по нацбезопасности Болтон. У них прямой доступ к главе государства. Они причастны к принятию всех решений. Их советы для первого лица важны. А вот о Мэттисе, которому он раньше так восторгался, президент, не желая обидеть, просто забыл. Возможно, на время. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.